Привет! Чемпионат Испании, 18-й тур. Но начать хотелось бы с поединка Вилья-Реал-Реал-Мадрид. Это перенесенный матч 17-го тура. Игра завершилась 2-2. За 17 туров Реал не добрал уже 21 очко. Дублем за желтую субмарину отметился 34-летний Санти Касорло. Реал пропустил тот тур из-за Кубка Мира среди клубов. Но в следующем туре их ждала беда. Итак, вот 18-й тур. Леванты с Жероной разошлись миром 2-2. Оба клуба уже на протяжении 4-х игр не знают побед. Клубы средняки таблицы, но в Еврокубки попасть, конечно, могут, если будут побеждать. А пока там все плохо. Выделю Моралеса из Леванты. На его счету в чемпионате уже 6 голов. При счете 1-1 хозяева остались в меньшинстве, но 1 очко добыли. Эспаньол тоже может замахнуться на Еврокубки. Клуб прервал свою 6-матчевую серию из поражений в чемпионате. Поднимается в таблице и находится уже недалеко от заветной зоны Европы. Леганес будет в этом сезоне бороться, скорее всего, за выживание. Команда 4 тура не побеждает. В конце игры у них было удаление, а у игрока Эспаньола Иглесиса становится 9 голов в премере. Валедолид уступил на своем поле Раю Валекана, который забил быстрый гол на первой минуте 0-1. Что нужно для спасения? Правильно, пенальти. Его в конце зарабатывают футболисты Валедолида, но, к сожалению, не забивают. Болельщикам Валедолида нужен Валедол, и команда не может выиграть уже 3 игры. Алавес и Валенсия. Матч мог претендовать на центральную игру в туре. Одна команда сейчас играет в Еврокубках, а другая, скорее всего, попадет туда на следующий сезон. У Валенсии в этом сезоне синдром ничьих, но в этой игре ничья была далеко. Заслужена победа Алавеса 2-1. Знаете ли вы, что Алавес на своем стадионе не проигрывает уже 4 месяца? Уэско выигрывает впервые с августа. Это их вторая победа в чемпионате. Неожиданно уступил Бетис, и может за это поплатиться позициями в таблице. Валевая победа хозяев поля. Они выглядели попредпочтительнее Бетиса. Желаю им подняться со дна таблицы. Эйбар и Вильареал сыграли 0-0. Интересная статистика. Эйбар играет пятый матч подряд в ничью, а Вильареал третий. Видимо, подхватили синдром Валенсии. Надо отметить, что между собой на протяжении трех лет обязательно кто-то из них побеждал. Ничьих не было. Севиль и Атлетика, конечно же, центральный матч тура. Отличились тут лидеры двух команд. Бен Идер и Гризман. Ничья 1-1. Матч получился грубым. 12 желтых на 2 клуба. И обоих команд длительной беспроигрышной серии. У Севиль и 7 матчей. Атлетика не уступает уже 14 игру подряд. Их последний поединок завершился 5-2. Это стала самая крупная победа Атлетика за 2018 год. Реал проигрывает в 18-м туре Теоски из Соседада 0-2. Со столичным клубом что-то творится непонятное. Видимо, нужно опять подыскивать нового тренера. Думаю, что так и произойдет. Если Дельбоски увольняют, который выигрывает Лигу Чемпионов, что говорить тогда про Салари? Срочно отправить его в тренерскую школу на переподготовку. Мадрид проиграл в чемпионате шестой раз. И сделал это при своих болельщиках. Да еще и Лукас был удален. В феврале последний матчик завершился 5-2 в пользу Реала. Хитаф и Барселона. Матч также привлекал внимание. Сыграла первая и шестая команда таблицы. И к тому же в самой последней игре Барселоне не удалось выиграть у Хитафы в феврале. В этой игре отличился звезда Барса Месси. Он забивает четвертый тур подряд. Суарес также отличился в первом матче года. Барселона играет запасом. Когда нужно, ускоряется. Когда надо, прибавляет. А это значит, что с результатом у них не должно быть проблем. 2-1. Каталонцы. 9 матчей идут без поражений. А Хитавушка впервые уступает за 7 игр. Еще в этом туре сыграет Сельта Атлетик Бильбао. На данный момент забито 19 голов в туре. В прошлом туре с учетом игры Реал-Виллереал 22 мяча. Показано 3 красные. В прошлый раз 1. Таблица. Барселона отрывается на 5 очков. Атлетика имеет 35 баллов. Клуб пропустил в чемпионате меньше всех 13 голов. Севилья. Третья. 33 очка. Алавес обошел Реал и занимает четвертую позицию. Реал, соответственно, 5-й 30 пунктов. Сливочный из первой шестерки пропустили больше всех 23 гола. Первую шестерку замыкает Бетис с 26 очками. Внизу таблицы Атлетик Бильбао и Райо Валикана. У них по 16 очков. И свет в конце туннеля появился и для Уэски. Она набрала 11 очков. Лионель Месси 16 мячей. Напомню, что он обладатель золотой бутсы прошлого сезона. За ним Суарес 12. У Стуани и Жироны 11. У Ягу Аспаса 10. Расписание. Тур начнется 11 января и будет растянут на 4 дня. Райо Валикана, Сель, Толиганес, Уэско, Валенсия, Валидолит, Жирона, Алавес, Вилья, Реал, Хитафы. 13 января Атлетика, Леванте, Атлетик Бильбао, Севилья, Барселона, Эйбар. Центральный матч Бетис, Реал, Мадрид. 5-6 команды таблицы и 14 января Реал Соседат, Эспаньол. Понравилось? С вас лайк. Заранее спасибо. Узнайте, как дела в Кубке Англии. До скорого. Субтитры сделал DimaTorzok